Неделю назад Купаловская павлинка была внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси. И это еще не все фишки сотого юбилейного сезона нашего любимого театра. Кто же может знать все новости лучше, чем генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы, Павел Латушка? Доброе утро! Рады вас видеть! Доброе утро! Доброе утро! Боже мой, вы такие прям любезные! Когда Павел Павлович заходит, сразу же я автоматически... Он спинку держит, да? И спинку держит, да. А все почему? Потому что Павел Павлович, он в прошлом дипломат, а дипломатов бывших не бывает. Правда я все сказала? Так, все правда, и так кажутся. Давайте же начнем с замечательной новости, которую мы уже огласили о том, что павлинка, да, наш знаменитый спектакль внесен в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Какую вы гордость испытываете за свой театр и вообще насколько это закономерно? Ну, с одного боку, мы удячно рады ради по ахове историко-культурной спадшины, обнаданні статуса национальной спадшины, национального символу, феномену театральному Павлинка. С другого боку, мне падается, что отдадзена належная, належная для спектакля, який пабиву все махчымые и немахчымые рекорды. Ну, коли поглядеть, что я на першиню, был поставлен на сцене театра, где мы сегодня працуем у 1917-м годе. А фактично с 44-го года, и он не заходит за афишу репертуара Купаловского театра, и кожный театральный сезон починается и завершается павлинкой. Вы всякие выразы вы ведаете со спектакля павлинка. Пожалуйста, Ань, как вот мы сейчас все в свои руки взяли. Ну, я-то помогу, может, добро? Да, пожалуйста. Две дырки в носе, и скончалось. Ну, я сейчас показался полным профаном. Ну, это же было просто. А тут демо-сю демо. Тут демо-сю демо, это вообще наше любимое. Ну, конечно. Так что это спектакль, який заявляються школой Купаловцевой. Это спектакль, символ нашей. Растащен на цитаты, как мы поняли. Так, и он поделен на цитаты. И это символ нашего театрального мастарства. Мастарства не только Купаловского театра, а ширей. И каждый, фактически, молодой артист, який приходит на павлинку, и он начинается с спектакля павлинка. Это такой экзамен, получается, да? Да, и мы плануем, наверное, собрать у всех павлинок, які до этой поры служатся в Купаловском театре, які играли эту... И устроить батл павлинок можно сделать. Батл! Ну, народный артист Беларусь, например, Памазан, он тысячу разов сыграл... Тысячу? Буковска, славутый персонаж павлинки. Ну, мы паличим, вогли, кольки павлинок было за этот час зроблено. В 80-м годе паличили, и сказали, что уже тогда было тысячу спектакля. Так что, я думаю, зараз... Тысячу спектакля. Вообще, я знаю же, да, что Купаловский стал все больше и больше гастролировать. Так, саправданным. И насколько я... С павлинкой ездите, да? Так самое, с павлинкой. Да, от Федороговска до Парижа. Ну, в этом годе мы пааднавиле традицию, якая шы исновала, може, у часы БССР, выезды у регионы нашей краины, системные выезды, не так часа от часа. И мы наведали больше за 10 городов. Даречи, усюды был аншлаг. И павлинка, например, у городе Гродно, Гродненский областный драматичный театр. Мы показали два спектакля «Ревизор» и «Паулинка». Это был аншлаговый. Навод более было куплено квитков на «Паулинку», чем на «Ревизор». Хотя «Ревизор» является самым популярным на сегодняшний день спектаклем «Купаловского театра». Так что вы сбачите. Солигорск, Лида, Молодечна, Бобруйск, Гомель, Гомель, даречи, где народился Павел Харланчук, наш молодой актер, вельми популярный. Машка, очень известная. Пераншлаг. Очень его любим. 488, или до шоуного, докладно полечили, сколько было на этом спектакле. Так что «Купаловский» запотребованный. Запотребованный не только в Минске, а и по замежам Минска. Вот еще одна, вельми текавая личба. У «Кастрышнику» мы собрали 44% всех спектаклях, 100% квитков. Уже у «Листопаде» это было 63%. А уже у «Снежни» мы бачим, что будет больше за 70% спектаклях больше за 100%, те коля 100% наведывальников. То есть раскуплены все полностью. Театр вельми популярный. Я вам хочу сказать, что вот по моему наблюдению, что сам по себе театр, здание, театр, оно обладает каким-то невероятным шармом. Магия. И сам момент прихода именно в Минске, в этот театр, это что-то такое необыкновенное. Это праздник, реально. Собравно. И мне очень нравится, и вот как стал Купаловский, заметен за последние несколько лет, потрясающими афишами. Они все какие-то модные, они все какие-то стильные. Я не знаю, кто этот человек. Идут в ногу со временем тоже все. Ну, это правда, компиляция. С сессором, вельми выбитым, сучастным белорусским мастаком. Или так само у нас працуются молодые мастаки. Так что мы, саправды, запрашаем лепших, лепших, злепших. Дорога, когда мы поглядзим первый выпуск «Часописа Купаловский», тут так само вы можете прочитать информацию на конт мастаков, який вы створили опошний премьерный спектакль на головной сцене нашего театра «Шляхцить завальня» альбо «Беларусь в фантастичных оповеданиях» Ян Баршчевский. Можно посмотреть? Бельми цикавый спектакль, я проудираю вам прочитать гэтэй шасопис. Мы, кстати, вас поздравляем, потому что мы знаем, что вы только-только начали. Это первый выпуск у нас в руках, вот, кстати, обратите внимание. Инклюзив. Да, и, собственно, мы понимаем, что этих выпусков будет сколько в год планируется выдавать? Четыре выпуски. Это будет что квартальник. Обложку кто делал, простите? Гэтэй дизайнер, белорусский дизайнер, сучастный белорусский дизайнер. Ну, это классно. Супер вообще просто. Вопрос, что было первым? Потому что первая назва Купаловского театра «Белорусский драматичный театр номер один». Мы первые. Вы что, да? Ну, колеси, я привел такое меркование, что есть Великий театр Белоруссии, опера и балет, а есть Головный театр Белоруссии. То есть Головным театром заявляется Национальный академичный театр имя Янки Купалы. Мы первые. Мы стараемся тримать эту плату. Ну, вот мы говорили о том, что потрясающие афиши, что идут в ногу со временем, но и театр внутри тоже, он же развивается, появился Wi-Fi, насколько я знаю. Так, все правдит. А Лео Глядальницкой зале не. Ну, и зачем он там нужен? Конечно, мы хотим. А как же там сториз снять, я не знаю. Сториз, что я сижу, я здесь. Вы ведете Инстаграм, кстати говоря? Так, все правдит. Театр повинен больше активно коммуницировать, иметь взносины с глядачом. Глядач, гэдага чакая. Глядач хочет навод удельничать в этом процессе, те ведать больше глубинные моменты створения театральной постановки. За кулиси, на опять же. Тут можно и прочитать сейчас описи Купаловские. А будут ли, может быть, я не знаю, если дальше, да, загадывать, онлайн купить там билеты, посмотреть онлайн в прямом эфире трансляцию, допустим, спектакль. Ну, да, мы начали с одним из мобильных операторов онлайн трансляцию наших спектаклях. И таких спектаклях за сотый сезон мы плануем показать 11. Гэта можно будет сделать празинтернет. И вот, например, радиопродукт. Вельми популярный спектакль. Андрусь Горватт написал книгу и был поставлен на гэтый спектакль. Сто процента от сотка продаются квитки. Доволе тяжко набыть квиток на гэтый спектакль. И вот гэтый спектакль прогледела... Первый раз, когда мы зарабили онлайн-трансляцию, 20 тысяч глядат-шоу. Нам подается... Целый стадион. Это бельми добрый, цикавый вылет. Класс. Мы в уголе пошираем наши аудиторы. Мы выходим поза стены Купаловского театра. Мы зарабили театральный пикник. Мы плануем зарабить день Купаловского калератуша в городе Минске. Паулинку поставить в вязанце. Самую массовую паулинку. Больше быть открытым. Прямо почти в натуральных условиях поставить, если в вязанке. Мы знаем, что у вас есть сейчас три сцены, насколько я знаю. И еще с четвертой планируется открыть? У нас три сцены нема. У нас есть две сцены. Есть головная сцена, есть камерная сцена Купаловского театра. И мы, конечно, выкористовываем для помогу наших сябров, дом офицеров, где мы каждый месяц показываем шарах постановок. И это повеличивает колькость глядат-шоу. А какой тогда четвертой сцене идет? Мы плануем открыть малую сцену. Историчную сцену. Супраць головного будинка Купаловского театра. Я памятую, когда был студентом, ходил на этот спектакль. Мы уже отпрацовали проектную документацию. И сподяюсь, вельми сподяюсь, что у лютым мы подшнем уже ремонтные працы. И до нашего юбилея, который мы будем отзначать, 14 вересня 2020 года. Будет 100 лет, друзья мои, 100 лет будет Купаловского театра. Здорово. Слушайте, мне кажется, не добавить, не убавить ничего больше нельзя. Мы напоминаем вам, что в гостях у нас был замечательный человек, как генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы, Павел Латушка. И поздравляем вас с надыходящим праздником. Ходите в театр и включайтесь в культурную жизнь вместе с нами. Ходите в театр и включайтесь в культурную жизнь вместе с нами.